Первый областной инклюзивный парафестиваль «Ты можешь больше» прошел в самый разгар Паралимпиады в Южной Корее. И это, конечно, не случайность. Ведь основная цель мероприятия – привлечь как можно большее число особенных ребят к занятиям спортом. Дать им возможность преодолеть себя и доказать, что невозможное возможно. Наша задача, как власти, постараться создать условия для занятий и паралимпийскими видами спорта, для того, чтобы все наши спортивные площадки, которые мы сегодня имеем достаточно в большом количестве, были для этого приспособлены. Более 120 школьников стали гостями парафестиваля. Видное, Люберцы, Подольск, Домодедово – такова география его участников. После приветственных слов почетных гостей мероприятие открылось показательным выступлением сборной Московской области по Голболу. Шквал аплодисментов, буря эмоций, горящие глаза. И вот ребятам предоставилась редкая возможность сыграть с именитыми спортсменами. Их ждали мастер-классы от паралимпийцев, чемпионов России, которые наглядно показали школьникам, насколько интересны и увлекательны паралимпийские виды спорта. Здесь каждый мог попробовать свои силы в пауэрлифтинге, ботче, футболе для незрячих, баскетболе и регби на колясках. Данила Давыдов живое в воплощении девиза «Ты можешь больше». Чемпион России и Европы в составе сборной страны по регби на колясках, спортсмен с удовольствием откликнулся на приглашение стать наставником на фестивале. Это очень интересно, показывает то, чем ты занимаешься, и чтобы дети понимали, что есть помимо простого спорта, чтобы сразу понимали, что есть другой спорт за гранью возможностей. Под впечатлением остались и школьники. Играть с именитыми чемпионами, узнать у них все тонкости и секреты – для многих ребят это давняя мечта. Они достаточно хорошо знают свое дело. Видно, что они профессионалы и очень много занимаются этим спортом. Было очень приятно общаться с чемпионами вживую. По окончании фестиваля каждый его участник был награжден символической золотой медалью. Праздник удался на славу. Я благодарен организаторам, что они привлекают детей, для того, чтобы они приезжали и общались, можно сказать, со своими кумирами, которые представляют Россию. И, конечно же, это отличная площадка для таких молодых ребят, которые видят себя дальше в сурдлимпийском спорте, паралимпийском спорте. И хотя фестиваль только впервые прошел в областном масштабе, уже сейчас можно сказать, что у этого спортивного марафона большое будущее, ведь его устроители не собираются останавливаться на достигнутом. У нас очень много идей, очень много точек контакта, и мы будем в последующем еще делать больше, мощнее, сложнее на разную возрастную группу, потому что сейчас ребята 10-13 лет, ну, чуть там постарше есть. Вот, соответственно, планы грандиозные. Пожелаем, чтобы всем плана было суждено осуществиться, и прекрасная добрая традиция продолжилась. Екатерина Коваленко, Владимир Бижонов и Ольга Садовская, Видное ТВ.